Всем здарова, всем хай, всем привет, подписчики. Я опять в поисках себя, у меня раз в год или раз в полтора года один и тот же вопрос. Я всегда втыкаюсь, блядь, в какой-то вопрос, с кем я хочу быть, мега-хайпологом или андерграундом. Типа, где мне комфортнее вообще? Этот вопрос требует обсуждения, потому что последнее время, когда я стримлю, блядь, мне что-то, ну реально кайфово, комфортно. Я еще с Мазеловым как бы пообщался, вот, ну просто так вот, между собой мы на концертах пообщались. И Мазелов сказал, ебать, я хуй забил, я хочу подрубать чисто для себя, вот, чтобы кайфово было. Че хочу, то и делаю, я не делаю, блядь, ну то, что надо там для хайпулиной делать. Он говорит, я подрубаю, блядь, просто сижу, болтаю там с людьми, еще какую-то кайфовую темку делаю. Вот, ну я в последнее время, типа, начал точно такой же темой заниматься. У меня, ну, подпросили зрители, но при этом, блядь, я думаю, ебать, комфортно, типа, реально прикольно. Но сегодня, блядь, вот во мне, вот полностью противоположные личности борются. С другой стороны, мне сегодня звонят, говорят, ебать, вот так у Мазелова охуенно выступили, вы звезды, блядь. Давайте мы вам сделаем концерты, мы профессиональная площадка, мы делаем концерты артистам серьезным. И я думаю, ебать, ну, а кто я тогда, нахуй, я ультра-мега-хайп, да, или я, блядь, хочу просто для себя сидеть и в андерграунде быть. И еще меня задел один комментарий, это важно, вот, потому что я зазвездился вот после этих всех концертов. Это такой момент. Был комментарий дня, я его забыл заскринить, я вам его переведу, ну, как-нибудь сам. Значит, во-первых, я посмотрел документальный фильм про Моргенштерна. Вот, и, ну, Моргенштерн в последнее время, как бы последние, там, сколько, два года, он не хайпит. И на него я посмотрел разбор, и разбор в том, что он был изначально блогером, и он пел про то, что, «Эй, я блогер, блядь, ага, я еблан!» И тогда у него все было заебись. И когда он начал говорить «Ебать, я музыкант», всем как-то внезапно стало похуй. И я пытался вот этот тоже баланс держать, вот пока альбом делал, я тоже, у меня альбом про то, что, про мою жизнь, за которой вы все и следили, только эта жизнь в рифму описана, да. Но в последнее время я, блядь, на меня так надавило вот этот вот хайп, эти концерты. Но это реально как наркотик легальный, типа, я серьезно вам могу сказать. Потому что когда выходишь, и люди орут, это, наверное, что-то первобытное. Ты, наверное, себя чувствуешь вожаком, или как там, вождем племени, да, и все вокруг костра. Ну, какие-то первобытные ощущения. Я из-за них подсошел с ума, вот, и начал думать «Ебать нахуй, я звезда, блядь!» И у меня еще в донаты чел спросил что-то, типа, «Привет, а когда у тебя твоя там карьера интернетная закончится, что ты будешь музыкой заниматься?» Я такой, «Да, да, ебать, буду музыкой заниматься». А на деле, а если у меня закончится моя медийная карьера, а вдруг моя музыка нахуй никому не нужна? Почти все мои песни, да, типа, «Ебать, я купил себе лимузин, вот видео лимузина, вот про него песня». «Ой, ебать, у меня хламидия, вот, хламидия, вот про него песня». «Ой, лпшка совсем охуела, вот песня». Типа, вот так вот это взаимосвязано, да. Вот, типа, я как музыкант, ну, раскрылся, в любом случае раскрылся, между прочим, да, ну, типа, я не думаю то, что я должен прям жестко с музыкой. Да, вот «Оберег» — это песня, это, ну, такой прикол, типа, метафорический, да, ни с чем особо в жизни не связанный, кроме с тем, ну, кроме того, что я вообще люблю славянскую мифологию, да. И все, типа, это музыкальное произведение, все остальное — это, блядь, честно, вот, все нормально. Все остальное, ну, это именно такие блогерские приколы. И я что-то начал ухотить, я начал думать, ебать нахуй, я звезда, блядь, вот. И я побоялся этого, я вам поэтому, ну, как бы это все и рассказываю. И, значит, комментарий, короче, ребята, в какой-то нарезке, я люблю про себя комментарии гадостные читать, да, была нарезка, где я, собственно, купил свой ник за 5000, сука, рублей, и где я сказал то, что я Fuga TV, возможно, переименую в «пятерку», потому что меня так легче найти, потому что я артист и все дела, вот. И где-то я прочитал комментарии, сука, он мне так впал в душу, но я точно не... Как он там точно звучал, но смысл был такой, что, типа, Fuga TV ушел, и остался только артист. И меня что-то, блядь, ебать, для меня это что-то так глубоко, нахуй, стало. То, что, блядь, ну, Fuga TV, это вот, вот, Fuga TV, а артист это, ну, кто угодно, нахуй. Вот, ну, типа, кто угодно, Игорь артист, блядь, Софи Софар артист, Леня артист. И вот это вот меня как-то, блядь, прям так подзадело. Ну, я дословно этот комментарий не помню, я такой, нихуя себе. В принципе, как будто бы, ну, что-то есть в этих словах такие, такое. И я такой думаю, ебать, что-то надо, ну, нахуй, свою звезду понижать, блядь. Вот, да, какую-то. Это не факт, что я не буду переименовываться, просто я такой начал задумываться. Это, блядь, что я в итоге хочу, нахуй. Я сам не понимаю, что я хочу. Я хочу просто комфортно подрубить, блядь. И для себя посмотреть в Майнкрафтик поиграть, в видео посмотреть. Полтора часа просто с кактусом обсуждать, блядь, этого MC чуму ебучую. Или другой вариант, я должен что-то хайповое делать, то, что людям нравится. Что-то, ну, реально там, жестко хайпить, постоянно с кем-нибудь там коллабиться. Ну, у меня, типа, есть возможности, но я просто не хочу этого делать. Мне, типа, пока это не супер вкатывает. В чем проблема жить в гармонии? Ну, блядь, проблема, да, ну, есть, наверное, оправдание есть. Короче, блядь, я не понимаю. Ну, типа, у меня нету желания не стримить. Ну, типа, полностью я, бать, сейчас нахуй музыку уйду, блядь. У меня такого желания нету. Но я не понимаю, кем я хочу быть. Я хочу быть ультра-мега-хайпом? Или я хочу, вот, просто, блядь, свою какую-то нишу занять и сидеть? Хуй пойми. Вот реально, хуй пойми, непонятно. И дело в том, что, опять же, смотрите, а, допустим, я вот сижу, делаю что по кайфу, а у меня выйдет альбом. Очевидно, я, как любой человек, который музыку сделал, я хочу, чтобы эту музыку как можно больше услышал людей. Тогда мне надо хайпить, чтобы потом больше людей такие, нихуя, ой, ебать, мы еще и на твои концерты придем. А с другой стороны-то, блядь, а вдруг я делаю именно для вас музыку, да? Вдруг я делаю эту музыку для тех, кто уже видел мою жизнь. Там треки про Отсо Сити. Ну, типа, если кто-то не следил за жизнью Отсо Сити, ну, чувак скажет, ну, наверное, прикольно звучит, но я нихуя не понял, типа, по тексту. Вот там есть трек, в котором, блядь, постоянно говорится, алмазы, алмазы, копаю алмазы, 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 копаю алмазы. Ну, типа, кому, кроме вас, нахуй нужен будет этот трек, блядь? С другой стороны. А с другой стороны хочется хайпить и хочется, чтобы дохуя людей услышало. Вот, блядь, постоянно, вот хуй пойми, где мне... Нет, это не гимн экстрейщика, это гимн мистера Брисона. Вот, короче, вот такая вот хуй пойми, какая хуйня. И еще на это накладывается. Вы могли заметить, сначала это случайно получилось, но недавно я себе отчет об этом, как бы, отдал. Я себе чуть-чуть в этом признался. Вы могли заметить то, что я от СП взял кучерявый такой перерывчик. Если я туда захожу, я все равно туда захожу, но я туда захожу не по-серьезски, типа. Вот, я не берусь за большие проекты. Короче, ребята, я тельтанул, я вам могу признаться. Я в очередной раз наступил на одни и те же грабли. Я запланировал для жопера настолько, блядь, великие идеи, что все остальные я сижу такой... О, а мне, блядь, неинтересно, потому что у меня великие идеи. А эти великие идеи... Ебать, ну когда научный район построят, тогда я проведу один ивент. И когда я его уже провожу, я думаю... Ёбаный рот, нахуй я столько ждал, блядь. И у меня, ну у меня на жопера, типа, есть гениальные мувы, но зацените, жопер появляется, все заебись. Я думал, ну через неделю после его появления, сейчас еще откроем казино, у нас будет дохуя денег. В итоге, блядь, мы в этом казине уже прожили 2 или 3 месяца, и оно только потом открылось. Оно уже нахуй на тот момент никому не надо было, блядь. Вот, там вроде люди поприходили, мы дохуя аров получили, и ну типа, все. Потом такой, типа, о, ебать, давайте стрепуху. Неделю или две строили стрепуху, блядь. Провели в стрепухе неделю. Я думал, ну ебать, это должно быть магнитное место. Хуй, хуй сосать. Теперь у меня есть супер-мега планы, типа, которые на весь СП повлияют. Я говорю, ну ребята, давайте подождем, пока достроится научный район, блядь. Вот, ну и вот такая хуйня. Я постоянно беру себе какие-то планки ебучие. Короче, господа, я анонсирую. Ну вот, это чуть-чуть грустненько, но, наверное, Жопера подвину. Но мне интересна его тема, я хочу поразвивать как персонажа именно, да, как режиссер, постановщик, да. Я все-таки буду развивать тему, то, что у Жопера этот, кризис среднего возраста, и то, что он уже не получает удовольствие от убийств. Это реально прикольная тема. Но я буду за пятерку заходить. Когда я вернусь, я пока хочу... У меня уже есть желание вернуться, но я хочу его добить, типа, чтобы нормально было. Я так зачекал то, что у нас, ну, типа, вот с кем я общаюсь, все так или иначе за последние полтора года брали перерыв от СП. Я не брал, блядь. Вот. И я хочу вот эту вот темку захолдить, чтобы я опять ворвался, типа, и всякие приколы делал. Да вот. Но у меня есть еще в планах изобретение какого-нибудь нового дурацкого персонажа. Вот. Я вам пока спойлерить не буду. Может быть, это будет полная хуйня. А может быть, будет смешно. Мне, как всегда, какус понадобится в этой теме. Но мне надо нормально. Вот. Так что, блядь, короче, пока я пытаюсь даже принципиально не заходить. То есть, мне есть, что делать, блядь, на СП, но я пытаюсь принципиально не заходить туда, чтобы вот это вот... Как это? В зависимость вот эту СПшную в себе полностью взбудоражить, блядь. Вот. И еще меня один ТикТок обидел. Очень грустный ТикТок. Там такая, две картинки и грустная музыка. И там написано 2020-й. И там чел такой О, пятерка на СП зашел! Вот. Потом написано 2022-й. И там такой, типа, чел О, пятерка на СП зашел. Вот. Ну, мне так грустненько тоже стало, потому что я по-любому там живу. Моя жизнь там проходит. Я очень многим пожертвовал своей реальной жизни тем, чтобы моя реальная жизнь, она перенеслась туда, в Майнкрафт. Вот. И я просто так оттуда не могу уйти, блядь. Потому что, ну... Ну, по сути, большинство людей, с которыми я общаюсь, они там находятся. Вот. И нормально. Угу. Ты не просто стример и артист. Ты человек, который воспитал свое поколение. Гений, красавчик и вообще новая легенда. Не теряйся в себе, босик. Так нет, так оно всегда через поиски себя проходит. Любой творец он через, ну, типа, что-то в себе постоянно ищет, что-то находит. Но то, что, блядь, это я чувствую. Типа, я сначала думал, хуйня какая-то, мне было стыдно, но я чувствую, потому что, ну, уже реально сколько людей через меня прошло. Блядь. Но я это по Испании. Если б я на Испании играл, я бы этого не заметил. Я бы думал, ну, аудитория есть и есть. А когда я вижу то, что гигила вырастает, блядь, в предпринимателя уже в какого-то, да, то, что все вокруг меня как-то взрослеют, я думаю, нихуя себе. Нихуя. Кайфовая тема. Ну, и, короче, реально все, чики бомбалэла. Буду что-то искать, пока, пока по кайфу. Пока что по кайфу. И еще я по этому поводу, господа, я, наверное, как-то поменяю ценники на просмотры видосов. Хуй пойми. Я не знаю, как это сделать. Надо будет какое-то жесткое перевоспитание делать. Но вот эти вот... Мне просто кринжово, что я вам должен. Некоторые видосы я должен челу три недели. Но когда я смотрю какое-то видео, которое я должен, да, которое я задолжал, реально, я просто челу должен видео. Вот. Я думаю, а этот чел, он сейчас на стриме, нахуй. типа, блядь, он три недели назад попросил видео посмотреть. Он сейчас, блядь, на стриме или как, или где, нахуй. Вот. Поэтому нормально, я планирую, я не знаю, в ближайшее время, очень быстренько, надеюсь, я распрощаюсь с долгами, вот, и что-то поменяю. Я не знаю, либо я сделаю так, что там условно 250 рублей, и не надеясь, что я посмотрю, может быть, посмотрю. типа, 1000 рублей точно посмотрю в течение двух дней, 5000 смотрю прямо сейчас. Вот такую какую-то ебанину, потому что, ну, и порой меня очень бесит то, что мне специально кидают вот полную поебистику. Это, кстати, долги у меня чаще всего из-за таких видосов и появляются, потому что, ну, такие видосы я точно откладываю. Вот, смотрите, за это мне дали 250 рублей. И еще, я думаю, я откажусь от слова, мне нравится слово оценка видео, типа, как вам сказать, раньше мне было прикольно, что я могу кому-то давать советы на ютубе, у меня было, я могу оценить ваш канал, я говорил, да, я оценил, давал советы, я говорил, какую там шапочку, как алгоритмы сделать, какие теги написать, как превьюшку поменять, а сейчас я думаю, ебать, ну, типа, я бы с радостью бы дал совет, конечно, но думаю, ты кто нахуй такой, чтоб я, блядь, перед тысячами людей твой канал сидел, оценивал, я вот это уберу нахуй, я уберу вот это нахуй, ну, потому что я думаю, нахуй, ну, чаще всего кидают хуйню, если раньше мне кидали, и я реально какой-то, какую-то оценку проводил, то сейчас мне либо на рандоме кидают какой-то канал, который уже популярный, и говорят, оцени, и я сижу, и как идиот, блядь, тысяча людей, блядь, тысячи людей, сидят и ждут, когда я говорю, блядь, ебать, ну, у тебя нормальный канал, блядь, раз у тебя есть подписчики, кому нахуй нужна эта информация, либо мне кидают, ну, полный кал, типа, сука, ну, заходишь, обзоры на букву, на весь алфавит, блядь, одно видео, обзор на одну букву, чё я там должен советовать, нахуй, ну, я не хочу, я раньше думал, ебать, я профессионал ютуба, нахуй, я могу всем давать советы, а сейчас я думаю, да ебать, блядь, какой я нахуй, где я, блядь, профессионал, вот, в каждой, в каждом ответвлении видеоблогинга, да, свои какие-то правила, своя конкуренция, какие я нахуй буду советы, блядь, давать, нахуй оно надо, вот, и, короче, я думаю, знаете чё, ещё спиздить у Игоря предложку видосов, то есть, можно по идее закинуть, хочешь, чтоб я прям твой видос посмотрел, давай деньги, или мы просто будем выбирать, вот, в Телеграме, или в группе ВКонтакте сделать, чтобы люди лайкали, и выбирать просто по лайкам видосики, вот, ну, и там какие-нибудь хайповые видосы, если мне их тоже, в том числе, интересно смотреть, то, окей, конкретно для Саски, я готов некоторые видео смотреть, чтобы Саска ставил эти лайки, вот, и нормально, да, и я бы хотел, но это слишком сложно, это надо, никто не будет, блядь, все забьют, и всё равно будут кидать по 250 рублей, я реально подумал, видео 10 минут идёт, 250, видео идёт 20 минут, 500, ёпта, ну, нихуя себе, 20 минут, опять же, видео может быть охуенным, спасибо, круто, я тогда посмотрю, я типа, я и говорю, когда мне видосы по СП кидают, мне не надо за видос по СП кидать 250 рублей, потому что, ну, про СП я знаю, я и так скажу, если видос хуйня, я не буду его смотреть, а если не хуйня, так я посмотрю от начала до конца, если интересный видос по СП, это мне ещё плюс реклама, типа, всё заебомба, да, но когда мне кидают ебать какую-то хуйню, и я должен, ну, просто потому, что много задонатили, как бы, смотрите, отношения стримера и зрителей, зрителей тысяча, стример один, он ведёт шоу, и они такие, типа, ура, спасибо, что ты нас радуешь, но когда приходит чел, и говорит, ебать, посмотри видео, которое только мне нужно, то происходит взаимоотношение, стример и конкретный донатер, а все остальные зрители, сидят и ждут, блять, просто сидят, чего-то ждут, нахуй, а я должен эту хуйню смотреть, ебаную, блять, вот, поэтому видос хуйня, скип сразу, блять, со мной было то же самое, когда что-то одно надоедает, и начинается полный тильт, с кашей в голове, нравилось одно, а теперь нравится совершенно другое, так я не могу сказать, то, что ебать, мне теперь нравится, хочу каждый день концерта, как стримы подрубать, просто, я не понимаю, мне нравится хайпить, или мне нравится в комфорте, сидеть, вот как сейчас, просто с вами болтать, и там, смотреть видикс, и просто идти, не смотреть на количество зрителей, просто делать то, что я хочу, блять, вот, и, ну, чтобы было заебомбо, вот, я хочу пять часов подряд играть в эту стратегию ебучую, да, значит, я иду и играю в эту стратегию ебучую, ну, вот, в стратегию в Майнкрафте, кольца, а, у меня на бусте новое видео вышло, ебай, я сам от себя охуел, подписчики, на самом деле, я всегда мечтал снять видео, почему я ненавижу машины, и никогда у меня не будет собственной машины, чтоб я на ней ездил, блять, я думаю, ну, сейчас 15-минутное видео запишу, сижу, блять, болтаю, болтаю, я себе пунктики написал, напиздел на 57 минут, я сам себя в ахуе, чтоб вы понимали, у меня пункты, ну, типа, занимали строчек 10, я думаю, как я эти 10 строчек, родил в 52 минуты нахуй, оформляйте подписку на бусте, смотрите топовый контент,